А мы вновь встречаем гостей. И в нашей студии мы рады встречать президента спортивно-патриотического центра «Арсенал» Арсена Джалилова, президента федерации дрон-рейсинга Самарской области Евгения Байбикова и победителя открытого кубка Самарской области по дрон-рейсингу «Арсенал Файтинг» Олега Дудрина. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Что ж, я, наверное, объясню для зрителей. 5 марта состоялся открытый кубок Самарской области по дрон-рейсингу на микродронах от спортивного клуба «Арсенал Файтинг» и Федерации дрон-рейсинга Самарской области. Думаю, что не все зрители до конца понимают, что такое дрон-рейсинг. Пожалуйста, расскажите подробнее об этом. Ну, дрон-рейсинг — это гонки так называемых летательных аппаратов, которые бывают большими и маленькими. Вот. В данном случае у нас прошли гонки на микродронах, да, что само слово «микродрон» означает «на маленьких дронах». Что из себя представляли соревнования? Сколько было участников? Участников у нас было порядка 20 человек из разных городов. То есть такие города, как наш город Тольятти, Самара, Казань и Нижний Новгород. То есть всего 20 участников. Олег, вы победитель соревнований, с чем мы вас, безусловно, поздравляем. Как и когда вы успели связать свою жизнь с дронами? Расскажите. Ну, пришли с женой в магазин за игрушками, дочке. Там купили мне вертолетик в итоге. Зашло так. Ну, игрушку тоже, соответственно, мы купили. Ну, и с этого началось. Потом купил другой дрон. Потом начал собирать сам. Расскажите еще подробнее про эти дроны, что они умеют, для чего они собственно. Ну, состоит он из карбоновой рамы, то есть моторы, 4 мотора. Стоит регулятор скорости, полетный контроллер, видеопередатчик, приемник, камера. То есть иногда ставят GPS, чтобы, допустим, посмотреть скорость, или чтобы возвращался он домой. То есть все это спаивается, настраивается и все. Чем они отличаются между собой? Ну, есть спортивный легкий дрон, то есть он более как легкий и быстро набирает, быстрее скорость. А есть вот фристайловый, то есть это под GoPro, и уже, ну, он тяжелее гораздо, и носит с собой при этом камеру. И маневры там маленько другие получаются. Вы победили в соревнованиях, мы с этим вас еще раз поздравляем. Расскажите, как это произошло? Профессионализм, удача, может быть, какой-то боевой мощный настрой был? Ну, скажу так, что все сразу в одном, наверное. Скорее всего, и повезло, и я тренировался долго. То есть много времени потратил на это. Ну, и один вопрос, значит, как проходят тренировки? Дома я сажусь, вот, и заряжаю там 10 аккумуляторов, и вот у меня построенная трасса. Я вот по ней начинаю разные конфигурации. То есть меняю, чтобы отрабатывать в левую сторону, в правую, там, змейку, и еще разные много вещей, там, много этого. Какой приз вы получили за первое место? Ну, конечно же, люди мне были рады, как улыбались, все хлопали. Потом деньги мне дали, и кубок с медалью. Ну, классно, классно, поздравляем. Расскажите, как развивается дронрейсинг в Самарской области? Какие, может быть, еще направления, движения? Ну, вообще, дронрейсинг стал официальным видом спорта в России в 2017 году. Вот. И у нас в Самарской области, я бы не сказал, что сейчас очень сильно это все развито, но потихонечку начинает развиваться. Благодаря нашим соревнованиям, которые мы проводили и будем проводить в дальнейшем, мы все-таки пытаемся вырастить, наверное, пилотов, гонщиков, так называемых, которых уже представят нас не только в России, но и, думаю, за рубежом. За рубежом это больше развито, чем у нас? Там гораздо больше развито, да, там, не сказать, что это давно развито, но там более стремительно это все развивается. И у нас развитие достаточно быстро происходит, так как, в принципе, все доступно, и очень-очень много пилотов появляется практически каждый день. Люди приходят к нам, общаются, закупают, мы показываем, обучаем, рассказываем, помогаем настраивать. И сначала кто-то для себя просто полетать, поснимать, а потом также вот к нам в гонки приходят. Ну, мне кажется, то, что был чемпионат, это уже большой показатель. То есть были и спортсмены, были и зрители, которые на это пришли смотреть. Да, развить все-таки гонки у нас в регионе и привлечь как можно больше людей, пилотов. Потому что, на самом деле, это очень интересно, и неважно, какой возраст, на самом деле, то есть можно участвовать и школьник 10 лет, а может участвовать и уже достаточно проживший долгую жизнь мужчина или женщина. Потому что у нас вот в гонках и девушки принимали участие. Ну, я знаю, что среди участников были дети, десятилетние, вроде бы, да? Дети, да, 10 лет, да, было. 10 лет? Да. Слабо. Евгений, расскажите, пожалуйста, какие бывают дроны, чем они отличаются друг от друга? Ну, вот на примере этих. Ну, в данном случае представлено три дрона, да, это у нас маленький дрон, теневуб, так называемый, на которых мы проводили гонки. То есть маленький, безопасный, на котором может управлять и ребенок, и взрослый. Кто его собрал? Ну, в данном случае это купленный уже. Вот все, что здесь есть, вот на всех этих трех лета. Но единственное у них отличие, да, это маленькие, которые летают по квартире, также и по дому можно тренироваться. Те уже большие, на них только летаем на улице. Соответственно, это гоночный дрон, который, ну, если максимальную скорость на нем развить, это где-то около 200 км в час будет. Вот. Ну, а вообще гонки проходят в среднем на скорости от 100 км в час, то есть от 140 до 150 км скорость дрона. Вот. И такого плана дрон, ну, у него несколько функций. Это, скажем так, я его собирал для себя, это дрон для съемок. То есть на него устанавливается камера и, то есть достаточно красивое видео получается. Вот мы, если брать город, летали на КВЦ за автомобилями, за кроссом на соревнованиях. Арсен, вопрос к вам. Вы активно поддерживаете это направление дронрейсинг? Возможно, уже какие-то есть общие планы, расскажите, может быть, какие-то планы на будущее, совместные. Основное направление нашего клуба – это единоборство, это кикбоксинг, покритенный мэй, также воркаут, уличные направления, уличная гимнастика. Ну, дронрейсинг совсем недавно стали мы поддерживать, развивать это направление. 5 февраля провели официальный чемпионат Самарской области по компьютерному спорту, гонке дронов. А 5 марта мы уже провели на маленьких микродронах совместность с Федерацией уже дронрейсинга Самарской области. Первый, наверное, наш совместный турнир по дронам маленьким. Летом в планах, конечно, уже на 5-дюймовых таких дронах привезти. Пока у нас запрет на открытом пространстве, да, полеты. Но в закрытых помещениях разрешено. Активно развивается это направление во всем мире. Стремительно просто переходит на беспилотные летательные аппараты, как почта, грузоперевозки, транспортировки, сельскохозяйственные, автополив, все это, мониторинг территории. В нашем регионе вы знаете, что в Тольятти будет строительство у нас крупнейшего производства летательных аппаратов беспилотных. С Юрием Казаренко мы познакомились, это генедиректоры транспорта будущего. Совместно мы с Евгением присутствовали на конференции, где он готов поддерживать, брать в дальнейшем трудоустройство к себе наших операторов беспилотных летательных аппаратов. Сам готов был предоставить команду для участия. К сожалению, не смог поприсутствовать из-за своих разъездов. Сейчас он должен подготовить уже проект для полетов, разрешения уже всех дронов на территории Самарской области. Ну и думаем, как раз к лету, уже к этому моменту, когда мы будем готовы провести турнир, у нас будет такая возможность. Ну, активно стараемся развивать. Хочется отметить, что в данных соревнованиях возраст участника был от 10 до 56 лет, одна девушка принимала участие. И все же самая, наверное, уникальная такая изюминка в этом турнире, что победителем стал Олег, который на самом деле является таким мотиватором. Одной левой рукой просто выиграл, всех обыграл. В квартире у него имеется своя уникальная трасса, где он готовится. Ну, мне кажется, стоит об этом сказать, потому что зрители могут не до конца понимать, почему мы произносим эту фразу одной левой. Олег, я так понимаю, что правая рука у вас не рабочая. Да. В связи с чем это случилось? Это случилось, попал в аварию и перебило нервы. Но при этом вы живете активной жизнью и побеждаете в соревнованиях. Ну, прикольно. Вы действительно мотиватор. Классно. Может быть, вы тогда покажете нам, нашим телезрителям, как же вы справляетесь. Ну, давайте попробуем. Готовы? Давайте. Да, вот так. Готовы? 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 Направление этой дисциплины, дронрейсинг, сейчас только набирает обороты. На базе нашего клуба «Арсенал Файзинг» проходят тренировки. Но пилоты, которые имеют свои дроны, навыки, они собираются у нас бесплатно, по выходным, оборудуют трассу и летают. Совместно с спортивным клубом «Победа. Спорт» мы провели этот турнир первый. Планируем дальше развиваться. Тоже благодарность Алексею Сверчкову за мероприятие, которое мы провели. И на территории Тольятти планируем дальше реализовывать. Ну, планов у вас много, пусть все получится. Да, ну что ж, Арсен, Евгений, Олег, большое вам спасибо за беседу, было очень интересно, главное, познавательно. Желаем новых побед и достижений. Удачи. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok